самая большая девальвация была в 1994 году мы последняя более-менее крупная страна которая выходила из рублевой зоны 30 лет спустя конечно можно сказать надо было по 9 запускайте тогда бы все было хорошо вот что произойдет если в россии будет большая девальвация у нас девальвации я за свою должность никогда не держался президенту назарбаеву во первых было сложно отказывать григорий александрович мы с вами встречаемся в день финансиста я хочу поздравить вас с праздником спасибо большое вообще когда дело заходит финансах вы знаете какой самый главный страх казахстанцев самый главный страх это потерять работу они то что вы думали и это в том числе но когда речь заходит о банкирах все боятся девальвации вы это знаете нет мы не боимся девальвации мы ее сами проводили об этом мы чуть позже поговорим могу сказать что больше людей боятся змеи и пауков чем они боятся девальвации просто вы не там опросы проводили давайте все-таки сделаем такой в праздник подарок для казахстанцев расскажите вот какие есть маркеры девальвации чтобы люди могли ориентироваться вот простые казахстанцы что скоро грядет какой-то скачок курса ну у нас традиционно маркеров два и но они взаимосвязаны первое это то что касается цен на нефть то есть если они падают очень глубоко то тогда срабатывает второй маркер это ситуация в российской федерации потому что у нас традиционно чаще девальвации происходило после того как была девальвация в россии и мы делали девальвацию компенсирующую хотя многие уже забыли что у нас самая большая девальвация была в 1994 году без помощи стать не так без большой помощи тогда российской федерации наше правительство захотела провести межзачет то есть чтобы национальный банк выпустил много много денег эти деньги раздать предприятиям чтобы предприятия заплатили друг другу долги потому что был такой большой навес из долгов между предприятиями после этого долги закроются и все начнут жить новой жизнью весело и счастливо она в результате предприятия эти деньги которые напечатал нацбанк в основном потратили на покупку валюты и курс тенге за два месяца упал с 11 тенге за доллар до 40 но начинаем окажется что-то было около 475 да а как вообще пришли к этому курсу ну долго спорили считали исходили там мы с покупательной способности но там же видите был целый ряд процессов мы последняя более-менее крупная страна которая выходила из рублевой зоны и у нас был просто вот октябрь и начало ноября у нас из туркменистана из монголии даже из китая сбрасывали старые советские рубли и поэтому возможно с курсом там ну вы же понимаете что у нас боролись прагматизм с гордостью то есть установить курс слишком низкий мы же тоже не хотели и решение принимала государственная комиссия и они так компромиссный был вариант 475 но это был правильный старт по вашему мнению знаете задним умом мы все очень умные то есть вот когда ты вышел со встречи и идешь по лестнице и вспоминаешь все те умные слова которые ты должен был сказать но не сказал поэтому 30 лет спустя конечно можно сказать но надо было по девять запускать и тогда бы все было хорошо но жизнь такая какая она есть а не такая как нам хотелось бы чтобы она была и второй раз переписывать там или переделывать историю никто же не даст вот вы уже сказали что все наши девальвации были связаны с девальвациями в россии не все но в основном в основном на сегодня с учетом геополитической ситуации мы все также привязаны к соседней стране тут нет стопроцентной зависимости конечно плюс несмотря на все вот эти разговоры о координации и так далее к сожалению когда там россия принимает решение то есть вот о проведении масштабной девальвации в декабре 2014 года нам они про это там ничего не рассказывали или мы когда принимаем свои решения мы же тоже с братскими киргизами или таджиками это не согласуем поэтому к сожалению такой координации нет но ключевой я же мы же про это и начали говорить что все таки два если цены на нефть будут высокие но при этом в россии будет определенный уровень девальвации то мы справимся но если в россии произойдет девальвация там 50 процентов и больше как это было в декабре 14 или осенью 2008 года нам нужно делать компенсирующую девальвацию пока так все экономисты в один голос кричали когда началась война между украиной и россией что нам нужно отходить от привязки к рублю вот прошло уже практически два года сегодня курс у нас приблизительно один к пяти как крепка связка тенге рубль сегодня но вы понимаете во первых насчет то что все экономисты кричали это видимо все ваши знакомые экономисты кричали как-то я среди все кто выступал на телеканале атомикин бизнес а вы считаете что все кто выступает на вашем канале это лучшие экономисты нашей страны но мы хотим услышать вашу точку зрения моя точка зрения я ее уже в принципе сказал что жесткой привязки нет и формальной привязки нет то есть у нас курс к рублю он же котируется просто как рост курс доллару то есть традиционно и все эти годы мы одно время экспериментировали с козы с корзиной валют но поскольку из этого не очень много получилось то есть и для населения и для тех кто принимает решение привязка у нас но это что привязка но котировки все идут к доллару сша а все остальные валюты котируются через курс курс поэтому никто о привязке к рублю никогда особо и не говорил то есть когда перед ведением валюты национальной вот когда госкомиссия заседала эти вопросы обсуждались но там был один депутат который написал сов секретное письмо и предлагал привязаться к турецкой лире например поэтому тут опять на вкус и цвет товарищей нет я хочу сказать что формальной и или жесткой привязки к рублю не было и нет но зависимость 7000 километров граница у нас в 2014 году мы как раз пошли на эксперимент как страна мы сделали девальвацию раньше чем россия и это была ошибка потом когда россия сделала свою девальвацию в декабре 14 года мы компенсирующую девальвацию в январе не стали делать потому что ну типа неудобно проводить две девальвации за один год к чему это привело у нас цены на казахстанские товары были в долларах в два раза выше чем за российские товары в россии в некоторых прибрежных приграничных областях начали выпускать продукцию с казахскими наименованиями печенье макароны и наш малый средний бизнес не полностью слава богу но в очень большой своей части просто умер потому что не могли конкурировать вот что произойдет если в россии будет большая девальвация у нас девальвации не будет но вот кстати про девальвацию не всем руководителям нацбанка довелось пережить этот период когда случалось девальвация в стране вам посчастливилось не знаю может быть в кавычках да мы все знаем про техническую сторону этого момента так же как вот вы сейчас объясняете почему это случается с чем это связано мне бы сейчас хотелось услышать больше про наверное какую-то эмоциональную составляющую вы знаете вот люди когда слышат эти новости из телевизора из прессы им кажется что вот сидят там чиновники думают только о каких-то своих проблемах и не думают о том как это событие переживет простой казахстанец вот вы лично помните был ли какой-то хейт извне и что лично вы пережили когда объявляли об очередной эволюции лично хейта было очень много я даже своим родителям тогда и запрещал и просил чтобы они не читали газеты потому что ваши коллеги писали отвратительные абсолютные гадости в силу своей профессиональной тупости и непонимания того какие процессы потом многие из них через там несколько лет подходили ко мне на улице и извинялись но у нас в стране оскорбляют публично с использованием соцсетей и средств массовой информации а извиняются в частном порядке так чтобы никто не слышал поэтому на самом деле мы все сделали правильно и мне все время вспоминают вот эту девальвацию она была 23 процента я еще раз хочу повторить в девяносто четвертом году было в три с половиной раза а в 2014 2015 в два с половиной раза но почему-то прилетала вот именно мне то есть там мы все как бы понимаем и мы все простили потому что были там я не знаю килимбетов а акишев да вот потому что так 2009 году девальвацию дел марченко вот он был плохой и я уже сказал об этом журналистам видимо мы не слышали 3 января 2009 года меня пригласил президент назарбаев и сказал что в январе будет проведена компенсирующая девальвация и проводить ее год с айденов как предстоит национального банка а когда шум и крик уляжется ты в мае придешь в нацбанк председателем во всем белом и договоренность была такая а 21 января меня эсэмэска и назначили председателем нацбанка когда я был в москве в командировке поэтому политическое решение о проведении девальвации в 2009 году принимал президент во первых во вторых технически эту работу сделал нацбанк но решение о проведении девальвации принимала правление национального банка они я единолично в правлении вход 9 человек в том числе министр финансов министр экономики и заместитель руководителя администрации вот и третий момент важный утечек из национального банка не было я сейчас озвучу может быть зрители не помнят что за день кажется до девальвации банки второго уровня скупили крупную партию валюты и на этом как будто бы и обогатились то есть получается что о грядущей девальвации знали не только вы и президент но еще много людей это не факт любой нормальный экономист который следил за ситуацией понимал что после российской девальвации последует казахстанская девальвация вопрос был только в сроках но все-таки нелегкое бремя у главы нацбанка отвечать за всю кредитно-денежную политику я уже 10 лет не отвечаю поэтому мне как-то уже с этим бременем другие люди но вы были дважды глава нацбанка были ли какие-то ситуации в вашей жизни когда вам казалось что ну наверное все пора я ухожу конечно я несколько раз заявление писал это нормально а что это были за момент ну я рассказывал об этом зачем сейчас все эти мучительные воспоминания всякое было когда я там был не согласен с какими-то моментами я писал заявление об отставке потом шли какие-то обсуждения и или договорились до какого-то компромисса вот или то решение с которым я был не согласен его отменяли вы знаете я работала в 2009 году на телеканале казахстана я хорошо помню что вас говорили журналисты вас воспринимали с уважением как человека очень смелого и дерзкого я помню как-то приехала съемочная группа заседание мажореса и сказали вы знаете марченко там пошел в противовес мнению президента кто в принципе что в принципе такого в те времена не было не наблюдалось и многие говорили интересно чем подкреплена его эта смелость вы помните эти моменты ну таких моментов было несколько но это же нормально смелость нам не нужно ее преувеличивать журналисты они во первых любят гиперболы а во вторых они любят все индивидуализировать то есть вот если что-то хорошее происходит знать там тот человек там руководитель этой организации он герой а если есть там что-то плохое знать что он какой-то плохой на самом деле ведь основную работу всегда делают институты то есть организации одиночка у него там человека никаких шансов нет тем более на финансовом рынке поэтому я когда какие-то вещи двигал это же не мое собственное мнение было это наша организация нацбанк где очень много тогда работало умных и порядочных людей но многие из них до сих пор там работают поэтому я же озвучивал и продвигал то что я сам считал правильным и в чем меня поддерживал национальный банк и у нас же не было никогда каких-то личных интересов и у нас мы сами закон писали и прописали там целый ряд ограничений в частности я когда был вот второй раз председателем мы внесли изменения что после ухода из национального банка ты в течение года не можешь идти на работу финансового института я сам когда уже ушел я год не мог я только через год стал председателем правления халык банка потому что до этого мне нельзя было поэтому я думаю и плюс я за свою должность никогда не держался меня уже первый раз назначили фактически по телефону мне сообщили второй раз смс к и поэтому вашего личного согласия не требовалось ну президенту назарбаеву во первых было сложно отказывать во вторых я же этот коллектив хорошо знал я там работал заместителем председателя правления и поэтому у тебя всегда выбор то есть ты можешь отказаться но тогда ты понимаешь что она значит кого-то другого и то организация в которой ты много лет проработала где работы там да и твои друзья единомышленники у них будет целый ряд проблем потому что мы видели уже потом что происходило когда в национальный банк проходили не те председатели со стороны и последствия были очень плохие то есть вот эти ошибки 2014 2015 годов это как раз результат того что пришли люди со стороны эти ошибки вам были понятны сразу или спустя какое-то время да это сразу было очевидно потому что ну ты когда 20 лет на этом рынке работаешь а потом приходят люди и делают неправильные действия это очевидно сразу другое дело что я об этом публично не высказывался так возможно ли было избежать тогда каких-то девальваций которые у нас были девальвацию 2014 году феврале делать было не нужно и нужно было делать компенсирующую девальвацию в январе 2015 давайте вернемся все-таки к хорошим моментам у нас сегодня праздник день деньги наши национальные валюты 30 лет вы сами давно держали бумажные деньги в руках каждый день держу даже я вообще предпочитаю наличные не пользуетесь не каспию не пользуюсь принципиально вот так и передайте принципиально не являюсь и никогда не буду клиентом каспий банк а можно узнать почему ну зачем я же сейчас начну что-то рассказывать это может быть воспринято как там какая-то проплаченная атака у меня нет никаких принципе это очень удобно вы же не можете с этим не согласиться ну кому-то удобно я просто историю все знаю то есть у вас принципы да по целому ряду причин не буду никогда клиентом каспий банк хорошо есть qr и у многих других банков тоже пользуетесь пользуюсь но предпочитаю наличными таком случае можете сказать какое будущее есть вот все-таки у бумажных денег будучи есть я считаю что оно должно быть переводить все в цифру можно но не нужно часть операции все равно люди которые предпочитают тот возьмите китай и японию в китае на железнодорожном вокзале в аэропорту есть кафе и там на китайском написано что принимаем только карточки qr наличные деньги не принимаем вообще в японии наоборот народ предпочитает до сих пор рассчитываться там традиции сильнее люди сами должны выбирать там наличные безналичные или цифровые деньги но мне кажется это какие-то олдскульные моменты молодежь ну и что я у меня нет аккаунтов в социальных сетях социальных сетях я живу настоящей жизнью они придуманы и не трачу времени на инстаграм и фейсбуке и прочее поэтому я олдскул и очень этим доволен а потом было бы странно если бы я в своем возрасте был бы вы вообще вот 30 лет назад вводили национальную валюту я тогда мне уже было не 15 лет как вы догадываетесь и я был в рабочей группе нас там было пять человек двое из них уже умерли довлет хамид симбаев и валентин константинович назаров вот он в сентябре умер в возрасте 92 лет а если брать состав комиссии самой государственное поведение национальной валюты в ней было 7 человек из них уже пятеро умерли так что давно 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 это было григорий александрович мы вас давно не видели в медиа пространстве ходили разные слухи и вы по моему где-то в одном из интервью говорили что вам много раз предлагали работать на другие страны сегодня вы здесь это говорит о том что вы отказывались почему ну знаете где родился там и пригодился потом я-то так жил то и в сша и в германии и в испании и там и в москве понятно пять лет когда учился и здесь же лучше смысле мне лично поэтому всякие были эпизоды и предлагали работу в разных странах ну не знаю мне как-то это не сильно привлекает потом у меня родители папа правда уже умер маме сейчас 94 года ее никуда уже перевозить нельзя поэтому в принципе мне это не очень интересна работа за границу а предложение были заманчивы можете озвучить да зачем но это это будет выглядеть что как будто я хвастаюсь и так далее разные были предложения в том числе и заманчивы хорошо григорий александрович ну в таком случае если сегодня вам предложили бы вернуться на госслужбу чтобы вы ответили но мне это зачем я уже на пенсии мне это уже не интересно я считаю что все-таки у каждого поколения свой ресурс то есть не то что дайте дорогу молодым но в принципе мы свой вклад внесли там в 90-е в двухтысячные годы и сейчас пусть двигается вот поколение которым там 40 45 50 лет ради бога но и тем не менее вы признанный финансист и с учетом вашего опыта это дорогого стоит и я хочу сказать вам что все таки журналисты к вам относится с очень большим уважением я хочу еще раз поздравить вас с праздником и сказать спасибо большое за интервью спасибо